Ха-ха-ха-ха 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 Ха-ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха-ха-ха Привет, шестерун! А что ты так грустно вздыхаешь? А вот он у меня. А почему все взрослые так врут? Врут? А что они тебе врут? Я говорю про выражение. Например, не топасти как слоны. А на самом деле слоны топают очень тихо. Да? Такие большие и тихо? Большой не значит, что громкий. Если к тебе подойдет какой-нибудь сафари слон, ты его вообще не услышишь. У него очень мягкие подушечки на ногах. Большой не значит громкий. Или еще, например, тише мыши. А на самом деле мыши очень хорошо, очень здорово цокают. Что значит цокают? То есть издает такой вот звук. А где ты такое слышал? Мы были у бабушки. И у них вдруг такая деловая, главное не ночью, а прям вечером за ужином пришла и прошлась. Довольно громко, ацокая. У них колготочки, они зацепляются за пол и они не могут быть тихими. Поэтому тихим как мышь, это неправда. То есть должно быть тихим как слон и не топать как мышь. Ведь коты находят мыши по звуку, потому что мыши шумят. Вот еще заяц в выражении трусливый, как заяц. На самом деле они очень смелые. Они будут защищаться, если ты к ним подойдешь. Могут даже напасть и укусить. У них очень сильные ноги. Не было бы тогда знаменитых зайчих прыжков, как они прыгали. Лисе очень трудно поймать зайца. Они петляют следы, они очень умные. И кролики тоже. Я брал кролика, в руках держал. Они ни капельки не боятся. И даже могут сильно бить ногами. Или, например, я же. В мультфильмах рисуют, что они дружат с зайцами. Этого никогда не может быть. Они нападают даже на котя. Ну, конечно же, большого кролика. Они завалить не могут, но маленьких кронча беззащитных. Но съедят с удовольствием. Держи хищники. Очень серьезные хищники. Еще рисуют, что они на спине у себя носят яблоки. Но если внимательно разглядеть иголку ежа, то они вот такой вот формы, и она никак не зацепится. Даже если он лежал под яблони, а на него вдруг упала яблоко, ох, оно на него не зацепится. Да, такое строение иголок позволяет, чтобы к ежу ничего не прицеплялось. Если бы к нему прицеплялось все, что попало, он бы стал грязным. А я же всегда чистенький. При этом его короткие лапки не позволяют чистить свои иголки. И вообще им не зачем делать запас на зиму. Они всю зиму спят. Но зато делают запасы внутри. Жировые отложения. Ой, вот это ты про ежика мне интересно рассказал. А вот еще пример. Моя планета Земля в выражении «потому что круглая Земля». Земля не круглая. Круг – это плоская поверхность. А наша Земля из космоса шарообразная. А уж если изучать глубже, то это кристалл, который состоит из 12 правильных пятиугольников и 20 равносторонних треугольников. Об этом еще говорил древний философ Платон. А советские ученые подумали, что про экосайдер ставлен в додекайдер. А что такое экосайдер и додекайдер? Это такие геометрические фигуры. Многогранники. И нельзя сказать, что Солнце спит или Солнце ушло за горизонт. Солнце не спит и никуда не уходит. Наоборот. Мы вращаемся вокруг Солнца. Мы – это кто? Планета Земля вращается вокруг Солнца. И правильно сказать? Земля повернулась к Солнцу с другой стороны. Ой-ой-ой, сколько нового. И зачем же взрослые так говорят? Ну, не знаю. Если бы они говорили сразу правду, детям было бы намного интереснее. А так приходится самому во всем разбираться. А откуда ты все это узнал? Как ты в этом разобрался? Очень много читал научных книг. Ну, пошли тогда почитай, мне тоже интересно. Пошли? Пошли. 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 Пошли.